Друзья, всем привет! Так, сегодня, короче, никто не сделает лучший обзор на твою машину, чем ты сам. Поэтому сейчас пройдемся по машине, расскажу, что примерно, сколько стоит. Короче, сколько стоит моя аудиосистема и примерно, как она играет. Не судите по флексу, так как флекс это неопределяющее того, что тачка валит или не валит. Да и датчик, в принципе, тоже неопределяющий. Потому что может играть машина внутри сочно, долбить, а на датчике, в принципе, цифр тоже может не быть. Так что, чтобы оценить, машина валит или не валит, надо сравнивать с каким-то другим автомобилем и примерно прикидывать, что как играет. У каждого восприятие частот разное и, в принципе, я для себя определил частоту. Это 40 Гц, ну, 37, 40, 45. Вот моя настройка, настройка, не знаю, охуительная настройка для тачки. Меньше флекса, плотнее бас, давит на башку. Короче, если вы уже старый СПЛ-чик, то вам нужна высокая настройка, это точно. Так, ладно, давайте, поехали. Так, блин, таилла, открылась. Кнопочка сломалась, к сожалению. Начнем с калиток. Не, давайте с головного устройства. Так, по... Под капотом не буду повторяться. Стоит Delta 100, уже сто раз показывал. ИВПС 253, какой уже, второй или третий год? Второй год, по-моему, уже работает, проблем особо не доставляет. Единственное, то, что нужно было сделать, это нужно было сделать выносной регулятор. И уменьшенный шкив поставить. И, в принципе, все. Так, магнитола Pioner 580. Всю башку уже сделал мне. Короче, вырубается постоянно Bluetooth. Просто едешь, мофон вырубается, Bluetooth скидывается, и он перезагружается. Очень сильно напрягает, когда с Bluetooth едешь. Когда музыка, например, орет, и пум, потухла, с хлопком даже. Так, это из минусов. Из плюсов, в принципе, больше никаких проблем не доставляет. Ну, по Bluetooth, вот, с Bluetooth, короче, какой-то косяк. Во-первых, диапазон, радиус работы Bluetooth вообще ограниченный. То есть, телефон вытаскиваешь буквально на 10 сантиметров из машины, и все. И жесткие обрывы связи. Так, по срезам, в принципе, нормально. Нарулится. Ну, и все. Эквалайзер 7-полосный, по-моему, или 8-полосный. По-моему, 7-полосный. Тоже удобный. Три линейных выхода. То есть, это у нас высокочастотный, среднечастотный и низкочастотный выходы имеет. Так, с мофона идет 5-вольтовый сигнал, по-моему, высокоуровневый. Ой, или как он, низкоуровневый. Ну, через рцашки, короче. И если еще поставить предусилитель какой-нибудь, типа Bass Warrior, или вот кроссовер у меня был с кроссовером, короче, намного громче играет, чем просто сигнал с магнитолой. Так, по магнитоле вроде все, но особых фишек больше нет. А по блютусу еще через хз, ну, через программу синусов тоже что-то мозги делают, магнитофон, не знаю почему. Короче, какие-то призвуки во фронтах, во фронте. Как-то так. Так, Владик, в фронту перейдем. К фронту. Так, фронт здесь изначально стоял. Карты, короче, сделаны из фанеры из двадцатки. Ой, из восемнадцатой. Первый слой кантик идет, и второй слой уже вот с динамиками. Из косяков, лично мне не нравится то, что, во-первых, я перетянул херово в этом году что-то. Но я в том году тоже херово перетянул, со второго раза у меня получилось только. Ну, в принципе, соревнований не было никаких, и насрать вообще. Так, скажем, для себя сделал. Так, косяк в том, что... Плюс в том, что литая панель, то есть стекловолокно идет только вот здесь, стеклопластик. И здесь получается все чисто фанера идет, это удобно. Но до ворота динамиков нету, то есть вот у меня полностью открытая дверь, и она, получается, играет вот сюда. А если бы я, например, на обычных обшивках или, например, слепок бы снял, можно было бы сделать доворот каждого динамика, и чтобы он играл напрямо. Ну, вперед играл, а не сюда. Так, здесь установлены, изначально установлены были Solo V2. Неплохой динамик, громкий, но, блин, под свисты у него какие-то, искажения такие есть, что неприятно было слушать. Возможно, это еще из-за усилителя стецома. Возможно, не знаю. Но с качеством звука мне особо не понравилось, а убавлять я не умею, то есть я никогда не убавляю фронт. Ну, слушаю практически на максималках. Так, ну, что тут у нас стоит? Здесь стоит аватар, и вот эти сейчас скажу, как называются. Так, а, давайте сейчас еще по поводу этого скажу вам. По поводу стоимости. Так, по стоимости пойдемте. Регуляция, наверное, здесь или здесь где-нибудь. Буду столбик делать, короче, стоимость аудиосистемы. Так, начнем с питания. Ну, начнем с под капота. Так, из-под капота у нас идет VPS 253. Ну, возьмем 10 тысяч его. Я его дороже покупал. Ну, плюс шкив, плюс регулятор. В принципе, давайте 12 тысяч. Так, дельта сотка. Это 6 тысяч. И что получается? Ну, и провода возьмем. Провода здесь идут у меня силовые. Бухта 70-ки, 15 метров. То есть это идет две протяжки плюс-минус, плюс разводка на усилителе 70-кой. И протяжка полтинника. Это у нас получается бухта около 12 тысяч. Ну, меньше тысячи, если считать за метр. 12 тысяч бухта. И кг-шка. Ну, сколько кг-шка? Ну, пусть 3 тысячи рублей. Ну, скорее всего, больше. Так, 3 тысячи рублей. Под капотом вроде все. Ну, это не считаю еще змейки. Короче, установку, змейки, фанеры. Это все считать не будем. Хотя это надо считать. Так, далее у нас идет мофон. Ну, возьмем со скидкой, по-моему, 7300 он не обошелся. 580-й мофон. Так, далее. Так, здесь у нас больше ничего нету. Далее переходим на фронт. Так, вот эти у нас ГБ. Или как они сейчас скажу? ГБЛ-65 Горилла БАЗ. Годзилла БАЗ. Горилла БАЗ ГБЛ-65. 1750 на официальном сайте. Мощность точно такая же, как на аватарах. Заявка. Здесь, по-моему, частота чуть выше, чем на них, на аватарах. Но играют они сразу скажут. Тише. И все. И просто тише. Тише и ниже. Как-то так. Так, ну, возьмем 1750. И на то время где-то 2000 стоили уже аватары. Сейчас, по-моему, вообще 2200 стоят. На Лаут Саун, по-моему, самые дешевые они сейчас. 1750 или 1850. Так, по 5 пар у нас стоит. У меня стоит. Получается. Ну, это все отметится. Далее стоят драйвера. Эджевские. Стояли сначала здесь с раскрывами. Потом я их перенес сюда, чтобы заткнуть все дырки динамиками. И ураловский Патриот ПТ-НЕО. 60, по-моему, или 50, или 30. Так, ну, давайте будем считать, что они у меня бэушные. Уже с того сезона еще. 3600, по-моему, не стоят. И эти 3600. 2000, 1750. Так, это все умножается у меня, отмечается. Так, ну, пойдем дальше. Да, по динамикам, что еще скажу. Отсотки играют без проблем. Режу до 6,3. Ну, и, в принципе, все. Эджи почему не понравились? Потому что слишком сильно песочат. Не знаю. На расстоянии еще можно сушить. В салоне неприятно очень сушить их. Так, ладно, идем дальше. В багажник. Так, в багажник фальшпол. Фальшпол в данный момент открыт. Так, я ездил с закрытым весь сезон. Открыл недавно на обзор. На обзор с дрифт. Со скайвайном, с дрифтовым. И так и не ставил. Сейчас все буду разбирать. Конец сезона. Поэтому не стал накидывать обратно. А так все было закрыто весь сезон. Тут всякая херня валялась. Так, ладно, давайте пойдем. Так, самодельный дистрибьютор. Приходящие провода у меня. Получается. Так, продолжаем, кстати, считать. Ну, провода, ладно. Дистрибьютор. Медная шина. Ну, вообще, все шины. Это получается, ну, примерно 1000 рублей где-то. Это с алюминиевыми будем считать вместе. Так, 1000 рублей шины. Болты бесполезно считать. Одних предохранителей здесь очень много тоже. Предохранители как минимум на косарь. Вот таких проводов тоже тут не знаю, насколько. Все провода так точно не подсчитать. В запаске стоит 4 аккумулятора. 4 аккумулятора маленькие. ББ-шки 27 ампер. 4 штучки. За место плиты поставил. Так, вот у них идут выводы, полтинники. Из-под фальша. Весит меньше, чем плита весит. Поэтому попробовал сделать так. Скоммутировал все четыре параллели и вывел оттуда на дистрибьютор. Так. С ТЭЦом. Двадцатка по предзаказу. До 4000. Пройду. Двухканальник идет чисто на пищалке. В 4 Ома. Каждый канал в 2 Ома. Работает все стабильно. Не греется. С ТЭЦом, в принципе, тоже не греется. Он доходит до определенной температуры. У него подключаются его кулеры. Но я на всякий случай поставил два кулера, чтобы он вообще, ну, более стабилен был. Так. Это у нас EX3000 EQ. Заявка в 14.4. По-моему, 3.5. 3. 3.550. Если я не ошибаюсь. Идет он на все 16 динамики. Двухканальник идет чисто на 4 пищалки в одной двери. Во второй двери пищалок нету вообще. Ну, так получилось. Так. Все сигналы ОРЦА приходят только от магнитолы. Раз выход, два выход и три выход прайдовские. Так. Два кикса тысячника. Бэушные по... Слушай, по 11 тысяч за покупку моста 21 тысяча. Ну, тысячу скинул, короче. Два кикса старичка. Уже боевые. Так. Про САБы забыл, кстати. Ну, 21 тысяча. Так. И две секции лития титаната у нас получается 40 амперный. То есть 80 ампер титаната. Тоже по 11 тысяч 22 тысячи. Я продал АГМ. У меня здесь два АГМа стояла с этой стороны. Я их продал по 5000, добавил и взял два титаната. Ни капли не жалею. Во-первых, легче стало тачке. Ну, меньше, прости. Ну, выше поднялась. И только отдача бешеная. Можно даже по предохранителю посмотреть. Здесь предохранители в изоленте. Это идут на кексы. Две семидесятки. Идет на кексы тысячники. Я поставил там две трехсотки. То есть разобрал пресс, спарил их и поставил, чтобы они не перегорали. Ну, то есть они все равно перегорят, если будет замыкание. Но чтобы они на музыке не перегорали. Вот это вот. А вот с этим я немножко, что-то есть, немножко я накосячил. То есть только отдача идет с лития большая. Идет одна семидесятка получается с двух секций. Вот, кстати, когда окончается красная термоусадка, пишем плюс, не наебись. Вроде ничего не забыл. Ну, это опять же не считаем РЦА провода. Это как минимум 2 рубля уже идет. А, бухта акустических проводов 50 метров. Не помню, сколько стоило. Там все разом покупал. Поэтому не могу сейчас сказать. 3,3 квадрата. Ну, короче, 4 квадрата. Бухта. Ну, это дорого. Тоже дорого. Со скидкой было. Так. В багажнике вроде все. Про САБы-то не сказал. Сейчас скажу про САБы. Так. По стоимости все сказал. Да, с кексы-тысячники приходит 1 Ом сопротивление. Вот у меня два выхода. Скоммутированы САБы. Плюс-минус. И замощены. И два плюса, два минуса сюда. То есть 1 Ом приходит. И каждый усилитель получается мостом работает в 0,5 Ома. Работают стабильно. Ни разу не грелись. А, кстати, все ремы и вентиляторы подключены через реле. То есть включаются ремы на магнитоле. Включаются все усилки. И вентиляторы автоматически. Здесь стоит один на продув тысячников. В принципе, ну, не знаю. Помогает он, не помогает. И тут я на успокоение. Кстати, 1 Ом. С ТЭЦами. И на него приходит 0,8. Сейчас расскажу, кстати. Забыл про сопротивление. Это что касается... Это что касается коммутации. Сейчас вам объясню коммутацию. Так, у меня из двери получается... У меня из двери получается выходит... 5 проводов или 6. А, 6 проводов четверки. 6 протяжек четверки. У меня заходит дверь. У меня здесь сделаны 2 гофры. Вот раз гофра. Это под штатку. И вторая толстая гофра. Поставлена на провода. Второй год езжу. Уже никаких проблем. Опять же не возникает. Просверлены дыры в петлях. Чтобы смазывать. Не знаю. Как-то так. По сопротивлению. В каждой двери идет по 10 динамиков. Соответственно у нас... Так. Все по 2 пары закоммутированы 8 Ом. А потом последовательно подключены. То есть 8 Ом делим на 5 пар. И получаем 1,6 Ома. И потом это все последовательно со второй калиткой. Умножаем. Ой. Извиняюсь. Делим на 2. И получаем приходящее сопротивление 0,8 Ом. Ну плюс 0,1 идет сопротивление на провод. То есть 0,9 у нас приходит на усилитель. И в принципе с ТЭЦом. С ТЭЦом работает в свою заявку. Ну будем считать, что в 1 Ом. Примерно при 14,4 Ом он отдает 3,5. Ну с ростом импеданца понятно, что там никогда в жизни 3,5 кВт не будет. Но все равно играет громко. Ну. Можно сказать, что качественно. Но немного тоже подшипывает. Именно аватары у них. То ли они слишком высоко. Якобы завязают. Не знаю. Но у них присутствует только шипение небольшое. И это еще скажу про то, что вот абсолютно одинаковые динамики, да. Ну конструктивно кажется абсолютно одинаковые динамики, но играют абсолютно разно. Кстати взяты были динамики специально с широкой корзиной. То есть здесь корзина намного шире, чем у обычных динамиков. Можно было смело сделать 7-дюймовый динамик. То есть вот этот уменьшить корзину немножко и диффузору поставить больше. Короче ближе к делу. У них такой же типо размер корзины как у Solo V2. Поэтому я взял эти динамики, чтобы встали они у меня заподлицо. Чтобы не было никаких дырок, всякой херни. Я решил сделать так. Так. И последнее. Остается у нас это сабовое звено. Первое у меня было сделано на трубах. Потом я переделал порт на щель. Щель у меня по-моему 1600 квадратов. Очень большая. Можно было сделать меньше. И я сделал такие раскрывы, как у меня были в прошлом году. На двух патриотах. Ветра чуть больше, чем с двух тех патриотов. Но более стабильнее все это играет. Так. Здесь установлены. Изначально были мачете спорт. Четыре штуки. Потом я поставил с трехдюймовыми катушками. Вот эти вот Magnum MF. МF. Блин. Magnum MBV. MBV 15. DC 2. 2. 22. Ну то есть катушки 2 плюс 2. Скоммутированный у меня. Каждый стаб. Саб 4 Ома. Потом все параллельно. То есть на выходе получаем 1 Ом. Либо 0.25. Если все за параллелем. Если 0.25, то каждый усилитель будет 0.125. Но это не точно. Ну что, сейчас навалю фронта. Кстати, обещал показать, как делать. Блин, с коляской идут. Здесь, кстати, у меня вот такая вот светка стоит. Ночью кайфово смотрится. Не знаю, успею. А, каждый саб, кстати, 7200 стоит. Мачете, по-моему, уже стоит 8000. Рез вырос чуть-чуть. Стабильность не выросла. Даже, я бы сказал, воняют быстрее. Начинают вонять раньше, чем мачете воняли. Но рез выше стал. Зря, короче, менял. Порт вот так вот выглядит. У меня, не знаю, видно, не видно. Да, сделана еще распорка. Так, сколько распорка? Вообще, что-то копейки обошлась. Профиль я даже оцинкованный. Необычно оцинкованный купил. Но они чистые, не масляные, нормально. И, что получается? Можно было две распорки сделать. Три метра. 200 или 300 рублей. Не дороже. Плюс взял вот такие уголки. Что получается? А, здесь уже идет дырка. Дырка шайбы. Там просто прикручено к потолку на саморезы с буром. И все. И здесь также уголки и саморезы. По надежности так. Стоит намертво. Стекло в том году отклеилось. Я вообще зашпаклевал его просто битумным герметиком. Кстати, битумный герметик это не знаю, лучшее, что существует. Ну, битумный или кузовной герметик. Кому как проще будет. Вещь офигенная. У меня и так, в принципе, лоп, не сильно ходил. Но я думал, что распорка плюсанет. В итоге она минусанула мне почему-то. Так. Ну, что еще? Повалим музыку. А, да, сейчас покажу вам. Еще прикол лития. Сейчас заведем тачку. Так, вот включено. Так, прикол лития. Включаем зажигание. Ну, все, проверочка идет. И чик. 14 вольт не заводя. Не, на счет вот этого с большим вальтажом. Это, конечно, крутая вещь. Так, ну и заводим. 1 час 30. Здравствуйте. Долго, пионер, думает, что-то долго загружается. Какая-то на треках ошибка выскакивает, не знаю. Ну, бесит, короче. Так. Ну, так же 14 вольт. Что заведенное, что заглушенное, без разницы. Так, видео про литий у меня есть. Можете посмотреть на канале. Где-то там, чуть подальше. Сегодня 1 октября, кстати. Сегодня посмотрел, все мотоциклисты уже моют мопедовые, мопеды мотоциклы свои. И загоняют в гаражик. Я думаю, тачку пора тоже уже разбирать. И заниматься зимним дрифтом. Но это не точно. Что, куда, почему. Так, кто-то спрашивал, не помню, не знаю, будешь смотреть, не будешь, как часы сделал. Основной дисплей, который идет... На платье. Просто его выпаял и туда приклеил на эпоксидный клей. Короче, сам вольтметр вот такой вот. Вот такой вольтметр приклеил туда. И все, и закрыл. Ну, на место поставил. Такие часы получились. Здесь металлическая переходная планка сделана. И поставлена магнитола, шахта поставлена. Там воздуховоды вырезаны, потому что не давали магнитоле большой влезти. Она... Здесь нету диска, но она все равно длинная для чего-то. Я ее разбирал, там плата вот такая вот. Не знаю, смысл делать было так. Для меня загадка. Так, ну что, давайте, поехали. Раз обещал. Сейчас в двух. Во-первых... Во-первых, трек имеет значение в первую очередь. От трека, короче, больше всего зависит, на какой... На какой диапазон частот идет большая ставка. И, и, и. И поэтому сначала подходим к выбору трека. Вот, Minimal Tecno трек номер шесть. Отличный трек. Хлопаю дверью, вообще нормально. Сейчас будем немного жестить. Так, сейчас горе-блютус подсоединится. Главное, чтобы никто не позвонил, потому что обычно звонят. Так, ну давайте к настройкам. Самое главное сделать акцент. Так, сейчас, кстати, покажу, как настроена моя аудиосистема в данный момент. И еще такой лайфхак. Когда... Надоедает, короче, музыка. Ну, то есть, кажется, что музыка уже как-то вяло звучит. Тупо поиграйте с эквалайзером, либо срезы поменяйте. И уже совсем по-другому аудиосистема заиграет. Потом можно обратно поставить все. То есть, меняйте настройку иногда. Так. Сотка. Это у нас эквалайзер. 125.0. 200.100. Ой, 201. Ну, тут чуть-чуть поднято. И вот где начинает более подсвистывать, я вот убавил. Снизил эквалайзером. Ну, так под себя подогнал, короче. Так, баланс. Кроссовер. Высокие частоты 6.3. Чтоб посочнее играло, можно пониже поставить. Далее. Сейчас у меня от 160 четвертым порядком. А, еще забыл сказать, когда Bluetooth слетает, все настройки слетают. Можно вообще было спалить все. Играя до 6.3 четвертым порядком. Ну, это так, повседневно. Обычно я все это меняю иногда. Так, ну, смотрим. Во-первых, нам нужен панч, поэтому режем от сотки. Можно четвертым, можно попробовать. Если не боитесь, то третьим порядком. И сверху максимально зарезаем. Ну, давайте до 2К. И чуть-чуть, блин. И чуть-чуть. Отпускай. Ну, третьим порядком так же. Короче, снизу 100 третьим порядком. Сверху 2 третьим порядком. Так, включаю трек. Прибавляю Bluetooth, который постоянно. Так, ну, и что? Думаю, сейчас будет наглядно слышно. Дикий панч. Кстати, можно еще снять сетки. Сейчас посужим сетками, и потом я сниму сетки. Так. Сап сейчас убавлю. А то всю картину портит что-то. Так, сап. Ну, чуть-чуть. Оставим чуть-чуть. Оставим чуть-чуть. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, короче, сетки еще сниму. Или... А, ну сейчас распустим, давайте попробуем. Вот этот момент, где он четче стал играть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 явно без сеток громче это сто процентов и забыл еще экспериментировал с раскрывами ставил на открытую дверь раскрывы играют дальше шире и сочнее когда раскрывающие установлены блин фотографии на ранее думаю сожалению так ладно включаю трек без авторских прав но хороший трек оставлю в описании так настройки сейчас верну обратно то есть играть будет высокие будут а также от пятерки оставлю высокие снизу будет от 160 третьим порядком оставлю и сверху распускаю до 6 и 3 четвертым порядком и принципе включаешь громкость 40 трек и можно слышать это долго вечно так ну давайте трек это Продолжение следует... 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 А, и коммутация с кислотой Слушай, если АГМ нельзя с кислотой Уж лить и точно не стоит с кислотой Паралелить Если уж охота очень кислоту оставить То либо второй генератор Как у меня было сделано Что у меня бортсеть была отделена от Музыкальной сети Это было, когда это было Блин В какой-то сезон у меня это было сделано А, когда у меня стояла Одна пятнашка Отдельно сниму видео Как этот Как Как начинал автозвук И как к чему пришел И вообще не имею больших денег Но стараюсь что-то покупать В этом сезоне по дешману собрал Но в принципе меня полностью устраивает Единственное, что лишился задних сидений Надо сейчас это разобрать Сейчас на пизде минут на сорок Так По поводу того, что Нахрен ты собираешь, разбираешь Блин, это мое хобби Я Ставлю другие компоненты Смотрю, как они играют Вот, например, аватары Высоковато играют Соло мне абсолютно не понравилось В большом количестве Не советую их ставить Ездить Они Они просто режут уши Блин, ну не знаю На большую дистанцию На большую площадку И на соревнования То есть С них хороший результат С датчика Но слушать эту кашу невозможно Скажу Слышал Амиральды Фронт батл Руби Играют Маленькое количество Играют очень громко Три динамика Вот у Сани стоит Они просто башку отрывают И А, фронт батл Руби И Соло У меня были Вот калитка Я сначала раскидывал У меня было Сколько? Шесть пар было Я сначала по две калитки раскидывал Потом ебнул все в одну калитку Короче, не так, не так Не понравилось Шлепают Они сильно мощно Но Не нравится качество звука Понравились ИМХ ИМХ 60 Вообще четко играет Приятно То есть Ну На слух они тише Чем Руби Но играют они намного приятнее Руби Детально То есть Звук детальный Это очень важно Не всегда Сушить Валить на датчик Потому что Тебе еще с этим ездить И слушать Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова 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 Субтитров А.Кулакова